Какие-нибудь ленючие кругы. Это, конечно, одна история, а здесь все очень крутично. И даже секундная падение концентрации может стоить очень и очень мало. Один не поехал. Мы уже на прошлых гонках, как даже лидеры, лидеры улетали у нас с трассы, кто-то мог и вилку руля повредить, у кого-то могут быть другие сложности. Вилку руля, новое слово. Травмы, потому что скользкие бревна, высокая динамика, ну и, конечно же, высоченная конкуренция, уровень конкуренции. И спортсмены просто подрезали. О, нормально чувак наваливает вот это. Все это нас ждет впереди. Это после квалификации. На чем едет на Худскварне. Или нет? Непонятно. Да, Худскварна. По крышечке. Ой, не туда поехал. Один прилег. Приехал вниз на Гинска. Это 52,6 секунды. Вполне себе достойное время, но... Так, надо вернуть в обратку. КТМ 7дэй. Выйдут на прямой, здесь будут и другие результаты. Все, заткнулся, не едет. Колеса большие, наверное, или маленькие, наоборот. Ну что, парни, тут на КТМе бы проехали. Вернее, на Суроме. Вот, остановилась наша система. Дальковно, и мы видим, что уже по номер 10 Артем Кунцевич показывает время 47 секунд. 47 секунд и... Какой из них Кунцевич непонятно. Оп, прилег, еще один прилег. Вообще прилег нормально. По кругу. Товыряние на камнях. Это очень приятно. Газуем. Ух, колбасит знатно. Мне кажется, Сурону маятника здесь бы просто лопнул на этих камнях. Так, один приехал. Нормально заложил чел. Ух. Да, парни, в реальности это выглядит очень интересно. Очень интересно. Продолжение следует...